приветствую друзья продолжаем наши приключения в древней руси напали таки на нашу рязани я уж не стал тратить время вашим без вас расставился в этой самой рязани замысел мы просто первую линию мы практически отдаем за бесплатно оставил здесь три конных отряда которые потом должны убежать башни по пульку это по пульку это ворота почти сломают и мы убежим убежим обранятся будем уже на второй линии здесь построился свои войска арбалличики лучшие отборные лучники и вообще тут кого только нету каждой твари по паре значу из всего этого выйдет также должен сказать что у нас не будут подкреплением точнее она будет но вообще совсем-совсем позднем этапе игры можно сказать совсем-совсем позднем я даже наверно даже не знаю стоит не стоит может быть и стоит парочка отрядов отдать на растерзание может быть и нет не знаю может быть один отряд оставим в общем отключил я им выход подкреплению самим они выйдут только когда у меня отряды будут пропадать то есть я им включил управление игроком по той простой причине в то что подкрепление как я уже в конце заметил у нас идет 4 полководца если мы сейчас пошлем в бой на автомате то скорее всего мы этих четырех полководцев лишимся конечно с одной стороны эти полководцы они никчемные букашки на самом деле там учетом 13 конников которые по своим характеристикам я не знаю не до всех конных стрелков монголов дотягивают сами понимаете но и терять 4 генералов за просто так а то что они сдохнут стопудово в общем не хотелось бы ну давайте начинать у меня здесь хорошие такие башни пришло подкрепление пришло да не пришло да это так называется она еще и приехал пришло то у нас не со стороны где у нас есть второй вход-выход с противоположной да ну то они так и будут здесь стоять но тут подкрепление то но лукари немножко всякой разные конницы тоже немножко я думаю что мы и без них должны наверно как-то управиться на их основе если что будем потом формировать какой-то я не знаю стек стек который пойдет на москву он кстати 30 урона уже не шутся наши пушки дают жару давайте ускоримся немножко муж вы вообще сломаете 40 53 процента между прочим 58 попадание идут на сейчас они уже это прямо в мертвую зону вошли да уже таран не не сломают печально печально обидно с лестницами летят застрельщики трофагуты 58 обидно наполовину смогли смогли наполовину так ну чё к по можно отводить наверно да нет они притащили лестнице сейчас будет жар да еще как будет жарко такая куча мало идет о башню сожгли малоры это особо нам конечно ничего не дает но все равно приятно 70 на самом деле пора валить на хрен самом деле пора валить на хрен так то мне там стоит где он с той стороны да то есть тоже может уже убираться дружина как-то вот так ворота поля угостите их сталью угостить их стали побежали вперед чтобы наша дружина пробежала на эти коники постоят до конца пока ничего страшного в этом нет давайте парни встречайте тихо буту ну и вся эта малина побежала на нас прекрасно так начала успеете уже нам не успеют они давайте валить отсюда и даже башни уже не действуют все я ленью так ничего там убежали вообще нет смущен враг уже на стенах держите оборону выдавайте шустрее еще не хватало чтобы у этого сама о чем мы будем ворота закрывать нет слышь ворота закрылись отлично здорово так два отряда конницы я спас как их тут я не знаю поставить давайте нам пока пока куда-нибудь куда-нибудь сюда все то есть тот отряд конец понятное дело сдохнет первая линия пройдена у нас кстати на поле брони появляется гена к сожалению поэтому оставляем его там где он и был но и собственно теперь смотрим как монголы будут ломать наш вторую линию но вот у них отряд идет пеших тархаготов будет сейчас брать наверное таран все эти ребята заходят что мы потеряли 5 они 14 но неплохо тут наши арбалетчики как себя чувствует хорошо я надеюсь ну как это часто и бывает через стены стреляют далеко не все но хоть сколько сколько пока неплохо пока не ума харчи долбит пускай долбит кстати второй полководец выходит герой что у нас там монголы монголы идут монголы идут все это кавалерия вот у них таран какая жопа парня какая жопа 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 жоп на я по вам еще и стреляют жесть какая быть готовым сменить их наверно какой-то еще отряд кто меня есть а вы откуда стреляете парня давайте вы не будете это делать вы скажем так для других целей здесь вообще вот здесь должны построиться когда у нас буду врываться тогда уж вы будете стрелять так 6 на 20 всего ничего 80 процентов осталось монголов убить и мы в дамках колонну идет такая вальяжная таран тащится жалко не жалко есть у меня наверное смысл вот этих да тут сюда что блин когда они все ворвутся это такая жопа у нас будет это вы не представляете порвут как тузик грелку не думается ни хрена мы не издюжим 6 на 24 ну конечно то что вы этих ошибок расстреливать этого круто так арбалетчики арбалетчики я хочу что вы стреляли по полководцев по отряду полководцев для вас вот это приоритетная цель убить полководцев как бы этот бой и не закончился он должен сдохнуть кто там стоит перед воротами 2 2 гена не разгонят вот там были бы лучники можно было попытаться втянулись эти сволочи но это бронебойные гады их просто так не взять 6 на 30 хорошо еще по нам и огонь и ведут но кстати говоря пора менять вот этот отряд беги сюда шустро шустро что вот этих надо будет скоро менять уже отстреляли свое если только как пехоту 24 осталось коник а у полководца это хорошо слушать их был за 30 работали неплохо плохо тащу таран кстати коцанный таран мочи мочи 33 вы стрелять будете али как болезнь арбалетчики я вас ненавижу кого хера такое чувство что они туда просто не достают посматриваю вообще практически не стреляют через эти каменные хрени вот ну и чё вот и на хрена мне такое счастье фу на вас 7 раз ну по дальней стреляй тогда по дальней вроде как они но буквально четверо да и здесь штук 10 наверное из всего отряда на это бред так парни давайте вот это говно шмаляйте тарану ворон два полководца начинаем подхазить они мне вполне возможно пригодятся до арбалички конечно меня подвели просто по пацану еще двоих грохнули так что у вас все да отлично сюда уходим а заместо вас сюда поднимается вот этот ряд боже да как вас хрен с вами вот так вставать 80 уже но сейчас у нам будет весело может арбаличков как-то куда-то перевести а тут вот тут вот блин я даже не знаю сука ворота разбиты давайте один хер вы там не стреляете вообще никак никак так ворота разбита да вот эти лучники теперь стреляют как хотят ну чё понеслась что у нас на момент стычки 7 на 38 вряд ли бездюжим одним отрядом ратников всюду голематью у них очень много конец конников хотя и пехоты хватает 7 стулан что у нас там гены подобрались уже гены уже подобрались это опасное дело конечно но попробовать можно просто у них еще вся эта хрень еще не заходят в город неплохо тут поливают 9 на 45 а половине ли твари так мрази сюда стреляем есть контакт вот это очень хорошо это просто вообще но здесь гораздо больше товарищи будут вести огонь это меня радует ну и пока мы держимся конечно куча этих засранцев но пока что пока что все хорошо так главное уследить за моментом если вдруг на нас будут атаковать но они не идут все сразу они как тут еще трахаготов тут куча просто ну давай 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 где масло масло где хреначьте маслом но вот есть контакт очень хорошо 12 на 57 ребята работаем все работаем прям вот все все работаем вот еще отряд трахаготов ски держатся видеться и никак они не хотят заходить внутрь если бы они зашли бы я бы уже конец и ударил бы убегают двое это ерунда что они убегают вот эти вот трахаготы конечно меня нервируют нервирует но пока мы вполне себе неплохо держимся вот эти ребята пошли вперед вот этих ребят надо отвезти чтобы они кидали спокойно здесь тоже пока все хорошо кидайте в этих трахаготов они тоже зашли да это отлично генов подводят подводим генов и начинаем долбиться сука не вышли отставить вышли эти трахаготы надеюсь обратно зайдут вновь под масло попадут если же нет это будет проблема так и не нравится то что они задумали наши двое ген нихрена не справится с отрядом да да они хотели именно это сделать но нет 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 даже не думаете твари тупые гасим гасим сволочей стреляйте по ним и вы тоже там это вот этим занимаетесь так практически откидали работаем парни работа ну на самом деле мы практически с дюжили практически парни парами вот вы мне можете не верить мы практически их отдали конечно то еще 60 этих трахаготов так ничего стоить кого ждете именно в них и кидайте там еще арбалетчики наваливать стали наконец-таки по-человечески за что им отдельные респекту вожуха но и трахаготы наконец-таки ворвались в бой в этот так нам главное никого не выпускать где у меня эти двое но коников хер с ними снова не догоним здесь устанем будем принимать убегающих справились парни справились 20 процентов продали одного стека заметьте одного стека мы где-то получается по 300 человек монгола всех ушатали но это рязань тут вам не там так и завод хальбанули сволочи получили дворе получили но вот это местечко конечно это жара это жара вот еще был будут вот сюда вот была бы возможность их поставить и чтобы здесь не было проход было бы вообще по красотам для арбалетчиков когда подходит мы конечно я я расстроилась как они стреляли через эти зубчики санны там из всего отрядов 90 рэл моды боже 10-15 стреляла равны те смогли неплохо позабавиться с этим сволочами все догоняем убиваем радуемся надо наверно ускориться но это конечно хорошая хорошая была атака на этих тварь и кто этот сбоку бегает никого не а вон конники убегает этот стек все дом убили мы эту тварь убадая зловредного туда ему и дорога одну самые конечно удар на себя приняли вот эти наши ратники с копьями сколько их там 150 рэл если бы не они мы бы херба удержали при этом практически полностью потеряли отряд пешцев копейщиков и половина отряда 2 но именно вот эти три отряда они держали оборона там еще помогали конечно же лесные жители немножко неплохо откидались вот эти вот метатели дротиков скоро нет но если допустим еще раз то же самое делать то я хер на кем могу сражаться автошратников нету кто сдерживать будут просто некому но я оказался не прав 527 а потеряли ну что-то нам вернули чуть больше сотни как итог 410 мы потеряли противника убили всего 10 выжила убежали там рассказать как с ними грубо здесь обошлись но еще один стек монгольский мы минусанули но конечно еще раз такое же сражение я не знаю сомневаюсь что мы сможем он ратники с копьями 118 офигачили лишь троих нам вернут жопам 118 а это они потеряли 118 пожимой нанесено 74 они убили еще нас даже нету никого кто больше сотни убил бы младшая дружина 180 настреляла одна из за младших дружин по всей видимости вот это да 180 накидал неплохо неплохо совсем неплохо очень даже неплохо но надо учитывать что у нас конница не принимала участие сам гена 40 рыцарей сюжет 40 рыцарей подчаржить можно было бы а сколько у нас эти дружина самострелами 96 убила но вот если бы у них была более качественная позиция думаю они бы еще больше настреляли они так считаете только когда противник во двор ворвался и практически в этот же момент и перевел сюда и только тогда они начали нормально как-то но хотя бы чуть больше половины отряд начал стрелять видеть результат заставил себя ждать нет дождите нам да все про 96 эти 180 неплохо настреляли неплохо но как-то вот так друзья как то вот так справились супостатам справились естественно всех казнить ну и тут же пришли по душу москве я даже не знаю медленно смысл играть руками наверно стоит потому что автобой там вообще сольют под 0 наверное а так мама хоть какие-нибудь наверно попытаемся потери нанести он тут ну какие потери но тут только нам сломают двери жопу наступит сразу тут просто неким поставить какую-либо долгую затычку на пути целого монгольского стека ну поехали включил всем лукарям огонь потому что но у них там дамага единичка двоечка с огнем хотя бы 6 хоть кого-то я не знаю там сожгут что давайте конечно ускоримся хотя бы сотни убьем я буду считать это успехом давай жги тархагутов вообще ноль эмоций и в воде не тонут и в огне не горят читеры они это лучников которые таран тянут жгут туда и башни не сожгли к сожалению башни у наших стен то на чё на чё я надеялся конечно же не на чего на ком на линия подошла на дистанцию введение огня и спокойно накидывают только в путь 10 процентов уже нет не загорится одержим жар только чудо может спасти нас от выражения извините пацаны но чудо не случится совсем не случится чё там три процента убили круть но он по моему 1 тархагута убили герои пресвятая дева ворота сейчас они хлынут а враг захватил наши стены о да пошел врыв радость что первые лучники идут и не идут остановились умные сука вперед этих копеечку ну и понеслась нелегкая давайте парни не стоите на хобуту на этих нападаетесь до печаль как а пять процентов хохохохо и он видали отлично отряд постоял да они даже и никуда и не спешат они и так прекрасно обстреливают все врачи я вам и говорил а тут не там особо умные пишут мол на стенах там поставь всех они там все то монголов расстреляют главное правильно поставить и я верю когда-то так и было версии 1 4 или 2 на а теперь монгола действует по другому ну ладно тут можно смело шестерочку включать и лишь подождать когда нас на из до грызу часу поражение 68 убили поздравляю всех а вот мы и дождались 31 хода калифа тиминов мертв сележуская принцесса лето 35 года на паузе можешь ознакомиться кому интересно почитать про дагену штауфанов всяких тут разных битва под торчевском важнейший эпизод междоусобной войны в южной руси 30-х годов тоже на паузе знакомимся кому любопытно далее улучшись отношения с сельджуками улучшились не улучшились дипломатия грузия а юбиды венеция португалия португалия англия заключили союзы мы наняли ярославле два отряда чем я конечно эти отряды поздравляю что еще завершил строительство склада ресурсов осада рязани еще я вас всех тоже поздравляю у нас к нам пришел еще один монгольский стек в этот раз манду гневные решил позариться на нашу главную крепость как мы будем отбиваться я больше не чаю силы стали у нас гораздо меньше самое обидное вот именно в тот момент когда я мог бы начать нанимать нормальные отряды монголы пришли как будто от спецом вот реально и плюс вот убирать сейчас вот этот стек отсюда вот видите четыре генерала но тут существуют это отряды но говно самому напасть в дворы ла ничего не сделаем с ними вот этот стек отводить к москве но он тоже в одно рыло нихрена не сделает тут еще какие-то стоят непонятные ребята кельян глупочистивый по моему он отходил к москве что ли он смысле не к москве а киеву туда ходил вернулся всех потерял или или как непонятно или там кого-то оставили эти врага два отряд короче я отсюда наверно двоих полководцев уберу если потерять стек чтобы не так обидно было куда этих в ростов наверно так здесь продолжаем страдать хрена хрена той да так этих уводим в белоозеро этот наш пускай пока стоит ничего не делает москву разграбили итоги хода очень тяжко парни очень тяжко мы еще не случилось собственно у нас штурм владимира не стали монголы здесь нападать 6 отрядов 68 отрядов пехоты из которых 3 лучники 5 отрядов пехоты переработать 77 вообще не страшно ну главное вот они эти трахагута 3 пеших дваконных плюс гена опять ситуация точно такая же владимир сможет один на один отбиться или не сможет здесь соратников с копьями нету здесь у на лесные жители 93 очень вообще безобороны вуи секир 910 они против только тех копейщик ты смогу противляться но мне здесь два отряда старшего ополчения с пиками они очень хороши против конец но это нужно еще так подгадать чтобы они именно против конец вставил плюс у меня здесь нету хотя вот есть вот эти вы смотрел на их урон троечка понимаете троечка у этих то у моих хотя бы семерка да а это но троечкам что они смогут ничего не смогут то есть вот этот отряд по-любому надо ставлять никто тут не появился у нас рядом в пусть и а по вас ну вы видели да еще там ребята идут но они заход и подойдут к владимиру вот есть ребята пол степка еще ходят бродит из новеньких чагатая слава яйцам так и стоит когда там резать будут просить еще чагатай присоединиться твою мать в общем я парня в душе не чаще могу делать самое смешное самое смешное что вассалитет на монгола предложит по моему только когда заберут владимира рязань а у нас такая ситуация складывать что скорее всего именно эти два города пока и могут только они отбиваться так ничего там не так-то не то выделяю в общем парни это просто кино это кино я в душе не чаю что совсем этим не бьется нот был бы наем нереальная обыкновенно что побыстрее войска можно было снимать тогда и войск бы было побольше также можно подумать насчет моей стратегии когда я в трехе на 1 наваливался тоже можно сказать что это было неправильно стратегии может быть надо было сразу давать сити на ровчат и мурома и не пытаться защитить и дать возможность монголам сразу осаждаться резать владимира но они тогда бы не по одному стык приходили в они по 2 стек и затащили бы мы бы этими силами а двух стеков сразу вот вопрос еще один затащили а второй а он считай получается целый полностью будет туда вбиваться в эти ворота во вторые и как и кем и кому тоже по моему ника не канается в общем много ситуации все зависит от сложности от настройки скриптов атаку в принципе что делать дальше и я не знаю что делать дальше в натуре иди сюда что я просто не начать на следующий ход из москвы стек выйдет куда он пойдет на белоозеро на ярославль на ростов ни в одном из этих городов нету сил чтобы смочь этом от обороняться самое смешное что они я имею ввиду монголов по моему могут спокойно из москвы за один ход до любого города до иди сюда да они же доходят то дальше чем обычные войска на следующих утонья а возьмут вас от например ростов че я буду делать и ничего не буду там еще нечего делать короче парни это такая жопа что впору хоть самому добровольно рязань с владимиром отдавать монголам и надеяться на предложение что нам подложит что-нибудь как-нибудь куда-нибудь какой-нибудь василитет потому что я душе не чаю вот если не было бы этих скриптовых стеков до 10 штук надо было бы гораздо нам лучше но мы сами хотели получить хардкор хардкор мы получили что теперь только с ними делали с этим хардкором ебическое село так ну понятно что сегодня еще один штурм мы точно не будем штурмовать будем ждать следующей серии в нем будет вновь штурм рязани либо же владимира ну и решится учить следующего русского города которую придется давать на разговор на разграбление но и по деньгам жопу решились москвы мы решились трех тысяч трехсот монет за ход плюс эти два города под осадой дают гораздо меньше с деньгами напряженку сами видеть наем войск копейки одним словом копейки и чё с этим совсем делать я больше ничего да парня сжимаются монгольские пальцы на шее руси по-другому не скажешь по-другому не скажешь совсем ничего ну что же будем надеяться что и в следующей серии мы с такими же примерно потерями сможем отбить вновь и рязань и владимира и что-то придумать гениальное чтобы вернуть в москву тоже по-другому по-другому уже нихрена нам не светит вся надежда друзья на чудо на чудо которое возможно и случится если будет ставить лайкос и писать коментоз и подписываться на канал нам сегодня всем спасибо что были со мной пока пока